Потому как с фольклором есть некоторое действительно глубокое непонимание, потому что рядом с фольклором появляется слово «народ», которое является конструкцией, потому что нет такой идеологемы. И если идеологемы в качестве темы снабжать идеологемы же в качестве предиката, то получается, в принципе, такое абсолютно закапсулированное высказывание, которое не имеет никакого отношения к реальности. Но дальше можно строить такие же высказывания, они ни на чем не стоят. Это я про разговоры про ценности. Они могут вот так вот вращаться сами собой, паруселью, но не вставать. Поэтому очень хотелось каким-то образом мне распечатать вот эту историю для самой себя и понять, где эти самые ценности располагаются, вообще что это такое. Потому что, с одной стороны, начиная с Макса Вебера, ценности – это то, что не существует, но то, что заставляет агентов действовать. Тут не существует как физическое, то есть нечто не физическое. Например, он, в смысле Вебер, рассматривал это на примере воинского флага, который будут отдавать жизнь, хотя сам флаг не имеет значения. Он является знаком чего-то, чего физически не существует, но что меняет направление движения агентов. То есть, скажем так, ценности – это нечто нематериальное, что нами управляет и выступает как форма обязательства, как форма долга. Вот это из социальной теории, так от начала XX века идет. Пытаясь рассматривать священное на примере советского времени, как деревенское, так и городское и так далее, столкнулось с тем, что ценности священное и, скажем так, метафизическое, как некий особый опыт, они, начиная с советского времени, разошлись. Впрочем, я думаю, что вот это вот как опыт ценностный, как опыт переживания какой-то, не знаю, Терасима-Саровского или переживания горящего куста, с которого Бог говорит. То есть эти переживания могут быть даны и осмыслены через разные религиозные традиции. Но сначала они даны как опыт, потом вокруг них появляется какая-то речь, и дальше, соответственно, вокруг этой речи выстраивается институция. Что касается советского, меня интересовало, каким образом в советское время выстраивалось священное. И я это рассматривала как раз на примере ритуальных площадок, и тут мне прямо ужасно пригодился ваш товарищ, ибо он как раз и говорил о том, как выстраиваются площадки священного. И я анализировала самую первую площадку, которая была воздвигнута, это Марсово поле. Там была переписка с Лениным и Солначарским, где они обсуждали, а что там должно быть написано, кто-то там должен лежать и так далее. И туда закопали случайных жертв февральской февральской революции. То есть там захоронение случилось. По этому поводу Бунин высказывался, вспоминая это как ужасный ужас, потому что на плацу закопали тела и построили какое-то странное капище. Таким образом, в советское было встроено метафизическое, и носителями метафизического были назначены покойники. Причем покойники совершенно определенного свойства. Это либо герои, они же жертвы, то есть те, которые жизнь свою отдали, дальше почти дословно цитирую, за общее благо, и народ их дальше не забудет. Вот эта вот конструкция, сформулированная в самом начале советской власти, дальше трансформировалась, и точкой кода священного были назначены могилы героев. И сначала эта конструкция создавалась как идеологическая конструкция, а потом, соответственно, она превращалась из идеологической в мифологическую, потому что она становилась частью опыта каждого поколения, которое приходило, рождалось, воспитывалось в школы 30-х, и дальше 40-х, и дальше 50-х и так далее. Интересно, что особенно активно строительство ритуальных площадок типа Мамаев-Курган и прочие такого рода гигантские сооружения, они все приходятся на брежневское время, на позднесоветское. Хотя нам кажется, что они стоят давно. И это тоже предмет для рефлексии, потому что получается, что посвященными в миф о матери с мечом и, соответственно, падших за нас и нас, должников, это поколение, наше с вами поколение, чуть-чуть постарше, ну то есть где-то начиная с тех, которые рождены в самом конце церкови 40-х годов. И кажется, мы живем в этом сообществе, продолжаем жить с этими ценностями, которые с трудом цепляются за реальность, почти не соприкасаются. Поэтому так легко воспроизводится. Война пополнила. То есть место уже было построено, просто туда приходили новые фигуры. Но я бы тут не совсем, знаете, с чем согласилась. Дело в том, что... Прекрасно ссылаться на хорошие авторитеты. У Левистроса было, забыла где, рассуждение о том, как в культурах относятся к своим покойникам. И он говорит, что есть некий диапазон сюжетов мировых, где на одном полюсе будут сюжеты о благодарном мертвеце. Так, например, герой двигается где-то по пополю, обнаруживает незахороненные останки, хоронит их, и потом к нему является кто-то, кто помогает ему во всех его делах. Это благодарный мертвец. В этом сюжете может быть святитель Николай. В зависимости от традиции, традиции разные. А на другом конце, и он приводит как раз европейские сюжеты, а у нас в русской традиции достаточно хорошо, этот сюжет сказочно известен, где дурак случайно убивает свою мать, а дальше манипулирует ее телом, выкручивая себе все больше и больше влага. То есть к покойным можно относиться как к священному, который внутри тебя, и ты не можешь ничего, кроме почтения и трапезы. Ты можешь разделить трапезу живых и мертвых, например, на кладбище, на троицу, или в момент литургии, но ты не можешь манипулировать им. И другая сторона это делает, когда ты манипулируешь чувствами других, связанных с мертвыми. Как мне показалось, я пыталась даже про это написать, назвав это некролиторикой, когда возникли разнообразные такие политические, вплоть до кровопролитных событий случились, когда переносили памятники, выкапывали, перезахоранивали. С одной стороны, всяких выдающихся людей тела привезли в Россию, с другой стороны, спокойно перезахоронили в другое место погибших летчиков в Подмосковье, но при этом были страшные столкновения по поводу памятников в Литве, по-моему, в Эстонии. Вот эта вся штука, вот эти все действия, они как раз на вот этом другой стороне этого спектра. То есть имеет значение культура или сообщество разделяет святость покойников или не разделяет, или кто-то думает, что можно использовать ценности общества для того, чтобы сделать что-то свое, не имея свои собственные цели. Тогда получается, что эти самые покойники, эта самая ценность не является общей ценностью, не является священным и не является частью договора, того самого социального договора, который определяет возможность сообщества быть. я думаю, что тоже очень вот эта история про бессмертный полк, она очень-очень характерная, да, вообще вот это вот спонтанное стихийное символическое производство, оно точно проявляет, какие происходят. но вот смотрите, я думаю, что тоже это общее место, если нам будут изображать деревенский дом, там будет парный портрет, какой-нибудь висящий, где будет он в Буденовке или в Пилотке, а она уже, может быть, даже старых лет, потому что потом фотограф сделал этот парный портрет, супружеский. и с нашей точки зрения мы это воспринимаем как вот такой аксессуар деревенского дома, хотя эта вещь очень новая, она практически такая же, как вот этот портрет, сделанный для похода бессмертным полком. То есть после войны нужно было сконструировать некое счастливое прошлое, которого не было, потому что понятно, какое счастливое прошлое было у этой пары, когда он ушел, например, в Гражданскую погиб, неизвестно с какой стороны, с какой бы не погиб, или он в Первую мировую погиб, и он там будет, соответственно, с фотографией, будет копия с фотографией, которая была сделана, когда он был, например, где-нибудь там в Петрограде, когда они шли фотографироваться перед тем, как отправляться на фронт. Дальше, соответственно, из своего настоящего вдова конструирует прекрасное прошлое, вот это вот, и оно висит на стене, изображая несуществующее. Но коллективное воображаемое работает и порождает ту реальность, в которой мы находимся. Соответственно, получается, что то, что вы наблюдали, это свои священные покойники, и мы выбрали именно таких, погибших в войну или умерших после войны. Мы же там не повесили отсидевшего и раскулаченного. Его там нет. Как нет его жены, пережившей все это? Как нет и детей, которые вынуждены были отправиться, куда глаза глядят, чтобы тоже не попасть в эту мясорубку. То есть, скорее всего, как раз коллективное бессознательное проявляется через созидание вот этих вот священных объектов, построенных на очень советской идеологии. Которые представлены артефактом, это всегда конструируемое священное. И это очень тоже интересно, потому что этот пантеон, как первый ряд, второй ряд и третий ряд, это же тоже советская история. Для меня было большой новостью узнать, что первая кремлевская елка в 1937 году, которая праздновалась, там часть залов была посвящена Сталину, а часть залов была посвящена Пушкину, причем где-то 50 на 50. И все это было в связи с, можно сказать, с юбилеем, годом столетия, столетия с его смерти, он был сконструирован в Духе народа, про котором я уже говорила. Это была как раз книжка, где я пыталась найти, где располагаются точки священного в том обществе, в той культуре, в которой мы живем. И как определить, священное это или не священное? Это очень интересная игра, как нащупать. Или просто ценная. Ценим такую-то картину или ценим такой-то культурный объект. Чем ценная от священного отличается? И тут очень хороший есть щуп, потому как там, где возможно кощунство, там и сидит священное. То, что можно осквернить, там оно и является. Потому что священное работающее, заставляющее нас менять траектории своего поведения, оно скрывается в запретах. И это сразу чего нельзя делать, видно, чего нельзя делать на кладбище, например. Того-того-того-того, потому что невозможно. Соответственно, попытаясь найти точки священного, они у меня нашлись в странных местах. Значит, у меня обнаружился дух Пушкина как священное. То есть я просто вот этим щупом ходила и трогала, разговаривая со своими друзьями, современниками, мамами, со всеми, разговаривая по поводу разного. И вот одна из точек была Пушкин и писателя, потому что его дух вызывали и продолжают вызывать, если вы помните такое занятие, то вызывали дух Пушкина, дух Ленина, дух Лермонтова, дух Сталина там был, ну и дальше там исключительно по обстоятельствам. Но вот эти были в топе. И возвращаясь к священному, то есть я хотела рассказать о том, что священная как идеология оказалась в одном месте, а метафизические опыты и выход на границы мира, он оказался, скажем так, без присмотра, потому что до революции за этим присматривала церковь, то есть, собственно, конкретно присматривала именно за этим. А здесь, по той причине, что культура секулярная, все метафизическое ушло низовую культуру, детскую культуру и так далее. И там тихо пребывало, и именно поэтому случился такой необычайный всплеск интереса ко всем возможным практикам в конце 80-х, когда все стало можно, вот это все булькающее внутри малых сообществ вдруг оказалось доступным, но ответственными за священные институции еще не прихвачены. История Бессмертного полка это как раз то самое прихвачивание некой инициативы, проявляющей коллективное переживание, связанное с взаимодействием со своими мертвыми. Причем понятно, что получилось, что только часть мертвых, с которыми можно взаимодействовать, то есть бессмертный барак возник только как интернет-проект, то есть он не реализовался телесно, Бессмертный полк реализовался. Несомненно так, потому что дело в том, что любое государство не только оно образовывается, оно для того и образовывается, как мы помним, от Гопса идти, оно для того и образовывается, чтобы удерживать договор. Любой общественный договор выстраивается на святыне. Пока это будет святыня, каждое общество решает по-своему, но создает свое священное и его артефакты для того, чтобы это удерживать. Другой вопрос, это может быть идеологией, потому что, например, в семье, в семьях, которые не принимали советскую власть, и внутри семьи говорили о непринятии советской власти, там практики были другие, и дискуссия другой, и участие или неучастие в тех или иных мероприятиях отличалось. То есть я говорю о том, что идеология до тех пор идеология, пока она не стала мифологией. То есть пока ты в нее не вошел, это не стало частью твоей реальности, не слилось с реальностью. Соответственно, как мне представляется одна из самых болезненных вещей, это как раз вот эта подмененная реальность, не идеология, то есть государство сделало свое дело, но ты мог принять или не принять, и ты каждый раз ты принимаешь или не принимаешь, что тебе предлагается. И здесь, во-первых, очень трудно быть одному, потому что, когда ты маленький родился, я уже об этом примере говорила, ты маленький, тебе с одной стороны на кладбище повели, с бабушкой поговорили там, и у тебя этот опыт есть, а с другой стороны на 9 мая с цветами пошли и там рассказали про героев, и этот опыт у тебя есть, и у тебя нет еще возможности рефлексии по поводу этого опыта, а это просто становится частью твоего чувственного мира. И ты, и это происходит, да, современные родители, которым конструкцию, которая была сначала построена на Марсовом поле, а потом разрослась, укрепилась и стала работать как такой большой механизм по производству советских людей с встроенным священным. Она не то, чтобы прямая, я бы сказала, что это воронка. В том смысле, что мы как бы создали какую-то конструкцию, да, и эта конструкция захватывает новые и новые объекты, создавая коллективное священное, где Ленин продолжает лежать там, где он лежит, над ним Кремль с правительством, Родина-Мать располагается и окрест Родины-Матери, который в центре, мечом отметим, такая специальная мать, которая конструируется в принципе тогда же, когда создается гендерное разделение, выстроенное в советское время, а именно женщины-матери, а мужчины-воины. Это абсолютно продукт советский, причем начинающийся в 30-е годы, а сейчас уже практически повсеместный. То, что как гендерная конструкция дореволюционной России была много сложнее, чем принцип МЭЖ с назначенными ролями, это совсем советская история. опять-таки тоже практически позднесоветская, ну ладно, это я на мать отвлеклась, вот эти самые, вместо матерей на местах стоят фаллические замены в виде обелисков. Вот и по всей стране и нет такого поселения, где бы не было этой конструкции. То есть площадки готовы, они построены, тем интереснее то, что с ними сейчас происходит. С ними нечто стало происходить. Вот вести с полей мои коллеги, которые ездили в экспедицию в этом году на русский север, обнаружили в нескольких местах обелиски сняты, а в этом месте, на месте, на месте обелиска, то есть в центре деревни или поселения, оставлены такие из черного камня абсолютно похоронного в смысле кладбищенского вида стеллы, на которых выбиты имена как тех, которые погибли во время войны, так и тех, которые умерли потом, но в войне участвовали. А теперь давайте встанем в позицию инопланетянина, который прилетел и видит, что в центре поселения располагаются гробницы инотафы с начертанными мужскими именами. Женских там нет, прошу обратить внимание. И тут мы перейдем к гендеру. Мне очень нравится, как вы предложили мне заход. Смотрите, когда была у меня такая идея, то о том, что мы существуем внутри нашей дискурсивной формации, внутри способа говорения и видения мира, которые разделяем, которые заложены в языке, в конструкции и так далее, ведет такая вещь, я ее назвала мелодраматической модальностью, позаимствовав из театральных критиков и кинокритиков, где они исследуя мелодраматическое сказали, что мелодрама это не жанр, а способ ведения, то есть это модальность. Думая про это дальше, а думала я, знаете, почему про это, потому как мы с Натальей Михайловной Герасимовной в начале 90-х годов делали книжку «Городская баллада и жестокий романс», и у нас случилось такое странное выпадение. Фольклор никто не знает, никто не читал Пылин, никто, а очень мало людей, процентов всего населения. русскоговорящих не знает, как они выглядят. А вот балладу с романцем знают все, чаще всего говоря про фольклор, думают именно про эту форму, как на кладбище Митрофаневском отец с точку зарезал свою, на паперте плачущая старушка, вот все вот это, то есть мы эти тексты опубликовали, долго их анализировали, но что не укладывать в голове, оказалось, что именно эти сюжеты сшивают все общество. Хвостенко это поет, Каменский пересказывает и ставит, ну, и эти сюжеты, и этот способ говорения оказывается общим. Современные, например, сериалы российские пытаются из мелодраматического выскочить, там, но при этом все равно в какой-то момент появляется женщина с трудных обстоятельствах, оклеветанная там жена или что-нибудь в этом роде. Так вот, я анализировала эти конфликты, я про группу и про паёк сюда хочу прийти, и мужские и женские позиции совпадали, и они расходились только в одном. Мужской выбор внутри мелодраматической модальности или, можем сказать, реальности это выбор между принадлежностью группе или его любовный или семейный выбор, который будет всегда, второй будет оценен негативно. Нас на бабу променял и бы по княжну набежавшую волну. Наши тексты дают всё-таки бывают зарезанные матери, всё-таки случается, но чаще отцы. Хотя, и это тоже очень интересно, вот как раз-таки наше прекрасное это наследие даёт не отца убийство, а сыну убийство. И это тоже существует внутри этого дискурса, потому что Иван Грозный убивает своего сына, Сталин делает так, что его сын убит, кто у нас ещё всех убивает, а, Пётр Первый убивает своего сына, Илья Муромец опять-таки убивает своего сына. Это располагается внутри сюжета. Но если посмотреть на то, почему они убивают своих сыновей, то там как раз всё равно лояльность будет своей группе и неким ценностям группы, братвы, партии и так далее, есть я и моя мужская принадлежность группа, есть мой отдельный выбор, за который я буду наказан, если я его совершил. И это тоже такое специальное тяжёлое наследие, потому что из этого довольно сложно выйти, потому как домохозяйство не построишь, если ты будешь всё время находиться на стороне партии, группы, шайки, сообщества, корпорации и так далее, а не на стороне того дома, который ты выстраиваешь. Тут любопытно. Я сейчас читаю очень интересную книгу психолога американского который исследует ПТСР в истории, когда такой диагноз посттравматическое расстройство возник, и так далее. И она в частности описывает ситуацию Первой мировой войны, британскую ситуацию, где те, кто не принимали, кто рассматривает конкретного человека, который публично высказался будучи на фронте, публично высказался пацифистским образом и практически мог быть обвинен в предательстве. Он был отправлен в психиатрическую больницу для того, чтобы его исследовали. Не важно, то есть важно то, что через какое-то количество времени он вернулся на фронт, оставаясь убежденным пацифистом. Но он вернулся и ровно из-за того, что существуют его товарищи, которые находятся в этой ситуации. И братство фронтовое оказывается ценнее и важнее твоих убеждений. Но что означает, что история про лояльность группе это очень сильная вещь, которая проявляется в ситуации войны вот таким вот образом. Но и не только войны. Собственно говоря, вся история тюрьмы разве не такая же? То есть там же тоже есть общак, организация и так далее и лояльность. Хотя я думаю, что тоже стоит подумать, мафия отличается от корпорации и корпорация отличается от солдатского братства. Но это тоже форма лояльности сообществом со своей ценностью, которая предполагает изменение поведения каждого и контроль за свой собственный контроль внутренний за поведением в отношении к твоей группе. Что касается женщин, у них такого не было. То есть в мелодраматических текстах женщина должна быть лояльна только семье. И вот как только она ей не лояльна, тут у нее все хорошо случается. То есть она должна быть верна своему семейному предназначению, будучи матерью. Дело в том, что поскольку священное это коллективный договор, значит должен возникнуть этот договор. Договор не может возникнуть иным образом, как исходящим из людей. То есть люди должны предложить новый договор. Мне кажется, что этот новый договор лежит внутри... То есть сейчас такая удивительная граница, она у всех проходит по ним самим. В чем печаль и тяжелое наследство мелодраматического в том, что оно апеллирует к чувству справедливости. Чувство справедливости предполагает, что есть невинногонимые или невинно страдающие и есть злодеи. И я, каждый я, в ситуации, когда мне предлагается любое высказывание и любое событие, я отождествляю себя хорошим. То есть злодей всегда снаружи, он всегда вне меня. А уж кому мы эту роль перепишем, это, как известно, по-разному. суть в том, что, например, греческая трагедия не устроена так, в том смысле, так же, как и русский эпос, там нет злодеев, там это все театром событий является внутреннее человеческое. Внутри меня происходят выборы. Я кого назначу, кого назначу и что я назначу своим священным и буду это практиковать. Например, я могу назначить священной любую жизнь, любую живую жизнь. Тогда я буду ухаживать за кошками и собаками, не пойду воевать, буду лес сажать и так далее. То есть я признаю живое существующим, субъектным и так далее. Либо я что-то другое сделаю в этом месте. То есть вызов находится внутри этоса. Но не этоса, который прописан в книжке, а этоса, который проявляется через действия каждого человека в каждый конкретный момент времени. Поэтому, например, мне ужасно важно смотреть за тем, какие появляются новые формы человеческого поведения и человеческих ассоциаций, где проявляется какое-то новое качество договора. Ну, например, актуальная для сегодняшнего дня работа Ньюта Федермейстер с ПНИ, это точно изменение договора. Что нет нормальных и всех остальных, а что все как бы имеют право на полное человеческое существование все люди, вне зависимости от того, насколько они от себя самого отличаются. являясь женщиной или являясь отличающимся ментально или еще являющимся каким-то. Вот эта история про то, что есть норма какая-то, которую мы разделяем, и есть не норма, которая находится на периферии, сейчас сдвигается. И когда она сдвинется, поменяется многое. Думаю, что возникнет другой договор. Гендерное беспокойство, я думаю, находится в этой же связи. Это просто одна из частей этого большого договора, связанного с отношением общества к всему живому, не обязательно социальному, и в этом вы правы, не обязательно социальному, потому что кошки, собаки и лиса тоже здесь находятся, да, в этом. И, не знаю, микробы, или кто там у нас, вирусы, они тоже в этом принимают участие. Вот тут происходит, и искусственный интеллект тоже имеет к этому прямое отношение, потому что разговор идет о человеческом или живом. То есть граница человеческого и граница живого, и где они находятся, и где находимся мы сами, он какой-то очень большой. Поэтому мне кажется, что вот это вот размеры хаоса царящего связаны с установлением каких-то нового договоренностей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok